Привет, бойцы! С вами проект Муай Тай Сидей. Я Варченко Виталий. Сегодня я хочу показать тебе интересное упражнение, интересную работу на точность и координацию удара руками с теннисным мячиком. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Итак, в чем будет состоять наша работа? Во-первых, мы немножко разделим удары сначала. Самое первое и самое простое, скажем так, это прямые удары. То есть, какая суть нашей работы? Наша суть работы – это хватать мячик. Хватать этот мячик как можно быстрее и как можно резче, то есть полностью имитируя удар. Итак, самое первое и самое простое – это просто бросать мячик в пол. То есть, просто бросаем, и когда он подпрыгивает на уровень головы, мы, имитируя прямой удар, хватаем этот мячик. Правой ручкой славили, бросили, левой славили. А бросили, правой славили. У тебя будет, конечно, не всегда это получаться. Иногда ты будешь ладошкой бить этот мяч. Иногда ты будешь его пальцами как-то выдергивать, выдряпывать. Но твоя задача – научиться именно делать мячик. То есть, ты бьешь и дожимаешь кулачок в конце. То есть, это имитируем как бы и дожатие кулачка. Когда ты наносишь удар, ручка расслаблена, но в цепь она должна прилетать сжатым кулаком. Четко. То есть, это отличное упражнение для дома. Это можно делать дома, а в пол себе стучишь, бьешь. Все. Но это очень полезное упражнение. Ты работаешь прямые. Получаются прямые. Точно так же работаешь боковые. То есть, бросил от пол, бум, сбоку схватил. Бросил, бум, схватил. Левой бросил, правой схватил. Правой бросил, левой. Сначала пробуй спокойно на месте. Потом стукнул, словил. Спокойно на месте. Получается, можно добавлять движение. То есть, ты двигаешься, вдавил, двигаешься. Мячик чуть-чуть вперед стучишь. Чуть-чуть назад. И то есть, когда ты хватаешь прямой, тебе приходится делать шаг назад, шаг вперед. То есть, имитируешь эту работу. Точно так же можно имитировать апперкотик. Стукнул, бам, снизу. Стукнул, бам, снизу. То есть, апперкоты и длинные туда будут работать. И короткие под себя. И боковые. То есть, все удары прямо сбоку снизу. Это такой первый этап. Самый простой. Просто апперкотик. Второй этап, более сложный. Это удержание мячика на ровной ручке. Ты левой держишь. Правая возле подбородочка. Затем, немножко отпускаешь мячик, возвращая левую руку. А правой захватываешь. Сразу. Сразу. Оп. Ты не даешь мяч упадать. Немножко его вверх и работаешь. Это такая, немножко сложнее работа. Кажется, что принцип тот же. Да? Словить мячик прямой рукой. Но это работа более сложная. Так как тебе надо словить сразу мячика. И точно так же в боковые. Оп. Ушел. Второй сломит. Оп. Ушел. Словил. Оп. Одна. Мячик. Одна ручка. Мячик отпускает. В этот момент вторая сразу ловит. И следи за корпусом. Следи за техникой. Старайся работать это все с носочками. С корпусом. То есть ты полностью имитируешь удар. Как в боя с тенью. Вот такая как бы простая работа, казалось бы, да? Но ее можно спокойно делать дома. Особенно сейчас, когда все сидят дома. И нарабатывать точность, координацию, четкость удар. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Делись этим видео с друзьями. Пускай они тоже не заплывают жирком, а тренируются. Жми колокольчик, чтобы не пропускать видео уроки и видео обзоры. Настойчивости тренировок.